Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И нижняя часть начинает ветки отсыхать. Помните дану из Львовской области? Помните ее роскошный персик с сотнями килограмм плодов, который еще собиралось отрезать, иначе дерево погибнет, если ветки не отрежет. Вот теперь можно отрезать. То есть оно плодоносило, вот тут были, здесь было несколько урожая, в общей сложности, наверное, ветер 30-40, это точно уже было на нем, на этом дереве. Но я их не трогал. Вот в этом году впервые, а опять было две подряд 40 раз на зиму ветки, это вторая причина, есть еще третья. Ну, сразу скажу, третья причина, здесь из-за сарая пониженная освещенность. Там все прекрасно, дерево живое. Вот, вторая причина 40 раз, было бы 30, наверное, эти ветки были бы еще живы. Но дерево абсолютно здоровое. И я отрежу эти ветки, я сделал спироснимок, но оставлю пенечки, вот как пальцы на руке растопырки, вот такие пенечки будут торчать везде, где сухие ветки. И дерево, выйдя на волю, на солнце, будет плодоносить еще долго-долго. Теперь смотрим сюда. Вот это вот дебилизм, я вам показывал уже, наверное, в трех этих самых вебинарах, или в двух. Вот этот дебилизм заключается в том, что ветки еще живы. Они их уничтожили штук 40. Посмотрите, немаленького роста девушка, да? Вот. То есть я когда стою, вот тут моя голова где-то. Вот досюда, а я еще раз говорю, ветер 30, я с нее снял до того. Тут такое урожайшее, у меня есть еще видеофильмы. А те, кто, ну как меня могу обмануть, когда в этот же сарай точно сюда вот торчит эти самые, вот они эти, как их. Тут сучок виден, тут еще что-то, как бы это. Вот, тут щель видна, вот. Вот сучок. Кто скажет, да, действительно, а это же дерево годом, двумя-тремя, раньше здесь все усеяно столько абрикосов, что пройти невозможно, не раздавим. Все это это, каким хреном вот это вот все, видите? Вот берут, а потом, ну а как, это же журнал, ему надо деньги зарабатывать. Ведь если ничего не делать, тогда и журнала не будет. Значит, надо придумать агротехнику, например, отрезать 40 веток. Вот, и садить, наверное, смерть. Вот, ладно, а это мы посмотрели. Сейчас самое интересное впереди. Здесь посмотрели. Вот это для чего я показываю. Когда вот она продолжала загущать, 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 это же загущение, вы со мной согласны или нет? Ну-ка, смотрите в глаза. Кто скажет, что это не загущение, а осветление? А? Я взял вот этот пример. Он у меня перед глазами стоит. Отрезали. Оставили. Естественно, тут ни одной почки не было. Они все неполноценно, не все из неполноценных веток. Ну, и судьба такая. Проходит три года, больше сейчас веток мертвых. Почему? Потому что эти ветки вторичные. А первичные ветки, что сделала вот эта дама? Она ничего не сделала, она этого и делать не умеет. Она просто взяла готовую. Вот оно. Загущать, загущать, загущать. Судьба загущенных, смотрите сюда. Это только один из сотен, вы узнаете. Просто люблю преподнести свеженькое что-то. Ну, еще раз, запомнили? Внимание. Четвертый, пятый деревца. Она берет теперь и выставляет. Опять смотрите. Вероника Полевкина, 900-462. Согласны, что это тот же самый? Еще я взял не с другого фотографии. Не с другого. А с ее же. Этого самого. Теперь она берет, загустив дерево до предела. Ну, не она, она, я говорю еще раз, секатор, наверное, в руки не брала. Потому, что после вот этого пятого дерева, вот пятого рисунка, уже смерть наступает. Смотрите. И давай отрезать целиком перед этим. Ясно, что спустя год. Представляете, какое здесь будет загущение? Представляете, какое будет загущение через год? И теперь она начинает бороться с загущением. Я не могу простить миллион людей обманутых. Вот. Видите? Теперь здесь порядка сорока. Там я сколько насчитал? Что-то пятнадцать? Надо было отрезать веток. Теперь их, теперь их, ну, примерно сорок. Посчитайте сами, кому не лень. Низ идут. Обязательно надо уничтожить. Сколько он показывал, как у меня целое дерево вниз? Причем, смотрите, большой урожай, наклоняться и назад уже не ворожай. Такое урожай пригибает так, что форма шара, или как его назвать, остается навсегда. А потом должен прийти человек, такой, как Полюбкин, вы что с ума сошли? И давай резать. Ну, вот здесь. Вниз, резать, вниз, 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 вверх. Тебе-то зачем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это? Зачем тебе их отрезать-то? Ну, понятно, всередку растут, это как эти, как эти самые феи, на самом деле. Какие они хрен-феи? Которые, цитировали, я еще покажу вам, скороговоркой. Вызубри, сами ни черта не умеют вырастить. Вот, все, что растет вниз, все, что растет внутрь и прочее. И вот она, наученная такими, вот, вот. Цветовод взяла, показала, как извечить дерево. Так, причем она совершенно не загущенная. Поверьте мне. И, наконец, она нам показывает вот этот рисунок. Вот это я уже сделал в своем саду. Ну, дня три назад, сфотографировали. Специально для вас. Ой, господа ученые, от вас это пошло. Так, тут уже речь идет не о осветлении кроны, чтобы там потом еще будут такие ужасные. Друзья, ребята, я не могу все ваши письма здесь процитировать. Видите, сколько я времени трачу на Билиберду, чтобы хоть сколько-то вред снизить, да? Вот на эту Билиберду, в Осматогорию. Вот, вынужден. Вот, я не смогу все это. А там же ваши письма. Да, я, вспоминайте, дойду я до ваших письмонет. Вспоминайте, друг, как это. Я все сделал так, чтобы воропей пролетал. Вот. А другие, варенок надо, чтобы пролетал. О, варенок пролетил, ну, прикинули. Ужас. Но это осветление. А теперь сам штамп. Я, естественно, штамп не делал. На черт, а мне нужен штамп. Вот торчит ветка. Вот торчит ветка. Запоминайте, только без хохота в академическом зале. От вас ученое пошло. К сожалению. Я понимаю, все, навсегда. Уже говоря, ученые, а ведь из вас сотни тысячи об этом печатали, что надо штамп чистить от веток. Тысячи. Невообразимое количество. Сколько уже созданы этих фильмов? Сколько созданы книг? Ну, ладно, не все половина. Ну, хорошо, 10%. Но это все равно тысячи. Запоминайте. Вот эта ветка с этими листиками кормит крону. Еще, так сказать, опосредованно, но корни, вот я специально выбрал, там, где даже корочки торчат, она начинает вылазить из земли. Спасая корневую шейку, дерево себя приподнимает с помощью того, что увеличится в размерах корни. Смотрите, да? Вот эта ветка кормит корни, еще раз говорю, корни, корни состоят из клеток. Может, вы не знали, или там каким-то чудом попали в эти. Вот. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Пошли в ученые. Корни состоят из клеток. Каждую клетку нужно кормить. Про фотосинтез вам рассказать, да? Про сахара, крахмалы, про это самое. Ой, бить. Сейчас отключите компьютеры. Не могу я дальше вам лекцию читать. Вы все забыли. Эти листики кормят корни, которые состоят из клеток. Их нельзя отрезать. Плюс к тому же, когда вы все-таки отрежете дерево, они сразу погибнут. У него будет просто короче век. У него будет здесь страшная рана. Я потом однажды, друзья, что сделаю? Вот, смотрите, архив. Вот. Из-за вас, кстати, вы виноваты. Я вынужден постоянно пополнять эту коллекцию. Вот. Один из вебинаров будет выглядеть вот так. Сейчас покажу. Дойду до низу. Сколько здесь, вот посмотрите, это. Сколько мы будем с вами проходить. Сейчас где-нибудь нажму. Один раз только. Даже комментировать не буду. Что мы будем с вами проходить? Вот. Потому что это все надо знать и уметь, и понимать, что творится на этом свете. Как можно убивать деревья? Что вы творите? Вот. Ой, жалко, не могу сейчас вам все показать, да? Это надо несколько вебинаров, кстати. Ладно, выключил. Теперь возвращаюсь обратно. Вот это вот. И я потом... У меня уже как сотни таких этих. Когда появляется рана, затем появляется вот здесь вот. Да я буквально... Ой, уже выключил. Ладно. Я буквально хотел показать, как мой сосед... Да какой? Все четыре соседа уничтожили сады. Я с телевидением ходил по их садам с разрешения хозяев. Не все. Одним все-таки калитку потом забил. Хотя польза какая огромная, когда он калечил, а я все это выносил на свет Божий. Вот тут-вот получается рана, не заживающая никогда. Вот тут, вот тут. Еще раз говорю. Эти ветки созданы для того, чтобы кормить корни. Крону другие ветки кормят. Я сегодня хотел бы... Вот это в моем саду сделано. Смотрите. Тоже в моем саду. Вот это я отрезал годом раньше. Я калечу деревья, потому что мне кушать хочется. Результат. Ладно бы мне одному. Большую семью кормлю. Вот. Одну отрезал. Вторую. Третью. Вот. Потом. Вот еще и там отрезано. Ну, в общем, видите. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять веток. Ух, сколько заработал. Смотрите сюда. Пришла весна. Начинается лето. Вот здесь вот. Теперь уже, если дальше вы увидите потом. Здесь отпилено мной уже. Вот из этих раз, два, три, четыре, пятой раны. Все. Вот эта ветка мертва. Я у себя таких обнаружил. Несколько десятков. Ненавижу сам себя. Я ненавижу то, что я вынужден дерево убивать. Только кого ненавидеть. Я уже как змея скоро всех кусать начну. Вот. Теперь смотрите. Перед этим вспоминайте. Мы с вами ходили. Я еще был с пельмяницей Юлей. Мы с вами подходили к этому дереву. Отрезали эти ветки. Видите? Вот. Опять же на черенки. Ну, вспоминайте. Последний снег. Юля. Вот. Ну, есть такой фильм. Ну, есть такой фильм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да? Десять. Ну, девять где-то. Снова отрезал. Придет следующая, если будет зима такая же. Вот здесь придется отрезать. И так пока дерево мое не исчезнет. Вот. Вот это страшная правда жизни. Страшная. Вот это вот когда, если ты живешь где-то там в Сочи, пожалуйста, напиши, что моя технология рассчитана на Сочи. Вот это надо. Как не перейти на спокойный тон, глядя на вот эту... Не вот эта молодежь. Наверное, они их научили. Почему? Потому что это первый канал. Это телеканал Бобер. Их смотрит вся страна.